С вами Коинпост. 18 февраля нам обещали проект закона по цифровой валюте, который должен стать основой для регулирования криптовалют в России. В этот день мы не получили никакого текста, но формально Минфин справился со своей задачей, запустив процесс публичного обсуждения данного законопроекта. А уже в понедельник появились подробности данного документа, и теперь мы можем с высокой достоверностью определить, какие именно правила для криптоинвесторов подготовили в министерстве. Друзья, я вижу какая фигня творится на рынках, и про неё мы ещё сегодня поговорим. А сейчас в Близформате обсудим будущий закон по регулированию криптовалют в России. Кому нравятся такие ролики, поддержите лайком. Сразу ответ на главный вопрос. Что по уголовной ответственности за то, что не декларируешь криптовалюту и операции с ней? В данном документе речь о ней не идёт, потому что он закладывает базовые основы. А вопросы административной и уголовной ответственности будут проработаны и приняты уже последующими законами. Которые будут касаться поправок в соответствующие кодексы. А вот что есть уже в документе, так это ограничение на инвестирование в криптовалюты на сумму не более 600 тысяч рублей в год для неквалифицированных инвесторов. К неквалифицированным инвесторам относятся все, у кого нет удостоверения, что он квалифицированный. При этом вам придётся сдавать специальные тесты, чтобы подтвердить своё понимание рынка криптовалют. Что это будут за тесты и в каком формате их сдавать, пока не ясно. Тот, кто провалил тестирование, сможет купить криптовалюты на сумму не более 50 тысяч рублей в год, что по текущему курсу чуть больше 600 долларов. Следующий важный момент, в котором Минфин полностью солидарен с Центробанком, что криптовалюты запрещено использовать для оплаты товаров и услуг, то есть в качестве средства платежа. Это исключительно инвестиционный актив, при этом инвестировать можно только согласно следующим правилам. Помимо уже озвученного лимита по деньгам, также нужно пройти полную идентификацию. Нужно открыть счёт в банке, указав своё имя, адрес, данные банковского счёта, карты, паспорта и всё остальное, что потребуется. Возможно, потребуется подтверждение происхождения средств. После того, как стали на учёт в банке, можно открыть аккаунт на бирже или обменнике. Это будут или российские площадки с лицензией, или иностранные, при условии, что они также получили лицензию на работу в России. А чтобы получить такую лицензию, нужно собирать все персональные данные клиентов и информацию по их операциям. А также, в обязательном порядке, уведомлять Росфин мониторинг о любых подозрительных транзакциях. Важный момент. Любые операции по вводу или выводу криптовалют должны проходить через счёт в российском банке, по которому клиент биржи или обменника себя идентифицировал. Также, в будущем законе прописана норма конфискации криптовалют. Если проводится процедура банкротства, то ордера клиента отменяются, а средства замораживаются до завершения суда. Если после взыскания долгов что-то останется, эти средства вернут клиенту. Как вам такой вариант регулирования? Напишите в комментариях и сильно не расслабляемся. Центробанк не отказался от идеи запрета и даже подготовил проект закона, по которому за операцию с криптовалютами можно получить штраф до 1 миллиона рублей. Как только по этой теме будут важные новости, обязательно сообщу вам об этом в нашем канале в Телеграм. Подписывайтесь по ссылке под видео. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост.